привет всем увидел вчера новое видео екатерины шульман решил отсмотреть в общем было местами любопытно но и местами хочу прокомментировать я как не из тех кто не глядя пишет вижу шульман ставлю лайк мне кажется это оскорбительный комментарий также не из тех кто видит шульман ставит дизлайк сразу мне показалось здесь было сказано несколько важных вещей на которые лучше очень так остановиться и подумать они бежать дальше немножко порефлексировать так что вот эти свои небольшие заметки с цитатами дальше вставляю начну с придирки по поводу полувозрастной пирамиды обратите внимание на гендерный дисбаланс до приблизительно 40 лет мужчин в общем не меньше чем женщин а среди молодых людей так даже их и побольше будет потери начинаются после 40 лет тут мы видим как левая сторона нашей елки начинает сжиматься а правая соответственно в пропорции к ней начинает увеличиваться что это такое это ранняя мужская смертность проклятие нашего с вами социума среднеожидаемая продолжительность жизни у нас выглядит неплохо она в общем похожа на показатели центральной и восточной европы но это за счет женщин если мы посмотрим на среднеожидаемой продолжительной жизни для мужчин мы увидим цифру на 12 с половиной лет меньше вот этот вот провал в 12 половиной лет разнобой это конечно не научно выражаясь большое позорище потому что так быть не должно ранняя мужская смертность это смертность от социальных причин и соответственно социально предотвращаемых причин что это такое это насильственные преступления убийства тяжкие телесные это алкоголизм и его последствия это суициды мужская история в большей степени чем женская это дтп со смертельным исходом это предотвращаемые заболевания прежде всего сердечно-сосудистые которые рано поражают людей но тех которые не хочет никого обижать не следят за своим здоровьем потому что культура не подталкивает их к этому потому что они индуктринированы в ином типе социального поведения это вот причины ранней мужской смертности но тут сразу несколько интересных вещей было сказано во первых доколебусь до гендерного баланса это не гендерный баланс это тот редкий случай в наше время когда баланс все-таки половой вот посмотрите на картинку с одной стороны гендерный баланс с другой стороны половой баланс это разные вещи их лучше не путать теоретически можно представить себе гендерный баланс как такую елку который более чем два лепестка да такая трехмерная елка она будет сильно асимметричная потому что с одной стороны у нее будет лепесток вот этот вот розовый женский а с других сторон должны быть лепестки там черных трансгендеров там голубых и так далее в общем все все остальные ну понимаете за исключением мужчин вот это было бы тогда елка гендерного баланса второе по поводу позорище и прочего до позорище есть дальше там правда сразу же будет и ссылка на кого власть ориентируется делая такое позорище то есть кто этим позорище скорее всего управляет с одной стороны мне конечно льстит что я тоже принадлежу к поколению которым больше 40 и по идее получается власть должна смотреть на меня но в том числе многочисленное поколение после 40 с другой стороны я как раз из тех где уже женщин начиная становиться сильно больше чем мужчин то есть в этой самой после 40 женщины перевешивают и чем дальше тем перевешивать сильнее естественно это не может не находить отклика среди политиков среди того как власти ну и вообще кто угодно кто хочет обратиться к населению до что-то от него как-то на него воздействовать кому они обращаются на кого ориентирована реклама в том числе политическая да почему вот у нас такой например образ домашнего насилия какой у нас есть они как он в реальности по цифрам смотрите ссылку на вот два моих последних не самый последний в общем два недавних каста оба посвященных цифрам связанным с реальным насилием во первых между полами во вторых против детей откуда вот это вот искаженная картинка почему при поиске например на домашнее насилие мы видим картинки такие какие мы видим потому что есть социальный заказ на то есть грубо говоря это самая вот героиня который дальше там по тексту сейчас будет она это виртуальная героиня имеет имя фамилию и возраст там и число детей на себя сейчас про это поговорим по поводу социальных причин как бы культура все-таки это некая абстрактная какая-то штука до культура культура это среда я частично раскрывал тему среды и его воздействия на человека в ролике эмоциональный смог было бы странно если бы люди но мужчины конкретно да не подвергались вернее подвергаются насилию словесному там начиная с того момента как они вообще понимают русский язык и заканчивая своей преждевременной смертью странно если бы эти вещи не были связаны да то есть детский сад потом школа потом дисфункциональная большинстве своих случаев семья и логичный предсказуемый скорый конец так сказать способов которым человек может причинять себе там вред здоровью их очень много например не лечиться это можно трактовать но для этого нужен психолог конечно в отдельном случае но принципе это может оказаться способ такого очень затянутого суицида да то есть человеку грубо говоря состояние когда незачем жить или состояние когда не хочу просыпаться это вполне может вести и к алкоголю и там например к опасному вождению если говорить про дтп то есть просто человек не особо ценит жизнь как она есть потому что ему ну и грубо говоря ему нечего особенно ценить там этой жизни переводить стрелки на некую абстрактную культуру это результат суммарного воздействия я вот как раз в ролике про эмоциональный смог ссылался на тускай а как воздействует например там поток социальной сети а на тех кто смотрит телевизор хоть это уже вот согласно этому при этой презентации это уже достаточно старшее поколение как на них воздействует телевизор что там показывает там малахов и компания все это действует потому что ежедневно люди слышат и да даже когда вот речь идет про например про выборную активность кто из двух групп там же взрослые женщины взрослые мужчины кто из них скорее считает во первых кто из них умеет лучше общаться с государством на понятном государству языке на языке бумажек на языке там прийти вовремя там да то есть это оттачивается еще в школах и вузах на как это делается то есть ты пришел регулярно ты можешь ничего не понимать ты пришел ты уже имеешь некую оценку ты можешь быть ультра талантливым каком-то одном там направлении да но никому это не интересно если регулярно не ходишь регулярная домашка побеждает любые экстраординарные знания и любую экстраординарную соображаловку если ты например не делаешь домашку ты ну скажем так вполне можешь выиграть например олимпиаду по этому предмету но в итоге оценку у тебя будет так себя я думаю вы все это встречали в реальной жизни и наоборот что интересно я помню что я учился с отличниками одну отличница если быть точным и на олимпиадах например никто из них не блистал ни на каких что интересно при том что человека в итоге была там ну как минимум серебряная может даже золотая медали не знаю очень я видел ни одного такого человека кто из этих двух категорий скорее будет ходить на выборы кто из них считает вообще власти за ну скажем так пусть не за друга до за того с кем можно вообще разговаривать что от государства хорошего видел мужчина за свою жизнь то сказать он считает его на своей стороне вот вы считаете государства что она на вашей стороне что она вас защищает и даже если женщины тоже считают что она их не на их стороне и них защищает нужно мало 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 ложишь на плечо Кто из них считает этого больше? Понятно, что мужчины, скорее всего, не будут. У них просто как бы будет такое же отторжение к выборам и государственным органам, и вообще ко всей этой политической деятельности, как и, грубо говоря, к школьной активности и к студенческой активности. А культура политических собраний, там, объединений, она, ну, жесточайшим образом искоренена. Про это вот лучше Константина Анатольевича Крылова послушать. Он про это много говорил. То есть способность объединяться в партии объединения и добиваться чего-то в политическом смысле, это чуть ли не главная и самая опасная вещь, которая искоренена в нескольких поколениях, да, там уже вот, ну, порядка ста лет. Из двух подгрупп у кого эта способность лучше сохранилась? Ну, это нетрудно опять же вспомнить недавнее упоминание Союза Женщин России, да, и Союза Отцов. Ну, вот, собственно, вам и по количеству, и по принципу объединения. Все ясно. То есть, на ком будет политическая власть, в том числе, в такой стране, это как бы самоочевидно. Причем, заметьте, что тут как раз хорошо видно, что это никак не влияет на то, какой будет половой состав, например, в органах, там, ну, в парламенте в том же. Это не важно. Потому что какой бы ни был состав этого парламента, он вынужден будет обслуживать электоральные ожидания, ну, электората, а чьи еще? Соответственно, даже если это мужчина, даже если это мужчина тетраорхидный, все равно он будет обслуживать электорат, исполнять его ожидания, или хотя бы говорить, что он собирается его исполнять, что он будет там делать, это отдельный вопрос. Так что, скажем так, культура эта вот самая, которая убивает мужчин, это, по выражению профессора Преображенского, не старуха с клюкой. Это вполне конкретные люди, которые вот окружают вот эту самую вторую чахлую половину елочки. Поехали дальше, там еще интереснее. Когда мы сейчас говорим о том, что, так сказать, рычаги политической власти и политического влияния находятся в руках у 40-летних женщин, мы должны еще иметь в виду такой специфический, я бы сказал, бытовой матриархат, который свойственен российскому обществу, и который настолько является общепринятым, что он не формулируется, не осознается. Поскольку это бытовые практики, то их никто, как слона в комнате, никто не видит. Ну, вот все люди, которые являются, например, наблюдателями на выборах, они очень плачут по той причине, что невозможно убедить семьи, приходящие голосовать, что нельзя забиваться всем в кабинку всей семьей, да? Значит, как голосовать и вообще голосовать ли определяет мать-семейство? Это же понятно. Она же определяет, где учатся дети, на что тратятся деньги, где живет семья, когда делают ремонт, куда ехать в отпуск. Есть увлекательные данные относительно того, в каких странах женщины распоряжаются семейным бюджетом. Верхние четыре строчки — это Китай, Россия, Мексика, Южная Корея и Япония. Тут вынужден, так сказать, не согласиться по сразу нескольким пунктам. Во-первых, сам по себе факт распоряжения деньгами, он, конечно, значимый, но в отрыве от культурного фона он не означает, на ком лежит принятие решений. Как раз Япония, в качестве примера, это очень хороший пример. В Сёгуне Джеймс Клавелл очень хорошо эту тему раскрыл. Там, ну, многократно и разными способами объяснено, что, например, вот по понятиям самурайского общества заниматься деньгами, расчётами и вообще прикасаться денег и, например, знать, сколько у тебя денег в доме, даже знать свою там ежегодную оплату. Это, в общем-то, было, ну, так, ниже собственного достоинства самурая. То есть это вещь, которая отдаётся на управляющего хозяйством. А управляющий хозяйством в традиционном обществе — это женщина, да, потому что она заведует всем, что внутри дома. Мужчина занимается тем, что снаружи. Так что в отрыве от прочих факторов ни о чём не говорит. Но поскольку мы не Япония, да, для нас это имеет большое значение. Второе. Ну, не существует такой вещи, как бытовой матриархат. Мне странно это говорить. Вроде бы не я тут социолог из нас, Екатерина Шульман, не я социолог, не я должен объяснять, что такое матриархат и что он не бывает бытовым. Матриархат — это общественный строй. Это не личный выбор отдельной женщины в отдельной квартире. И не личный выбор отдельного мужчины в отдельной квартире. И это не голосованием решается там, и даже не там дракой или перетягиванием канатов в отдельной квартире. Матриархат — это общественный строй. Снова повторюсь. Матрилинейность, матрилокальность — это у нас сейчас охраняемая законом вещь. В каких-то вопросах де-юро, в каких-то де-факто. Но это механизм, который вот... Это штамповка. Так работает наш конвейер социального общества. Это не выбор отдельного человека. Отдельные флуктуации на этом конвейере, они не имеют никакого значения. Их можно игнорировать там и выкидывать на финальном этапе, где контроль качества. И просто туда просовывается рука, и люди их отсортировывают и выкидывают в корзину. Так что правильнее тут какое-то другое, наверное, слово было выбрать. Это не бытовым, это иархат. Это... Не знаю, нужно подумать над термином, как это должно называться. Ну, в общем, ссылка про голосование, что все голосуют так, как мать семейства, это действительно яркий пример. Потому что там, где голосовали крестьянские семьи, а там местами случалось такое, что некоторые решения принимались именно голосованием. Даже идеи ни у кого не возникало, что голос может различаться. То есть, грубо говоря, что голос был один, и он был на домохозяйство. И никому даже в голову не могло прийти, что у кого-то голос отличный от главы семейства. Ну, в том случае это был мужчина, естественно. Так что в этом смысле политически действительно, в общем, картина изменилась ровно на 180 градусов. То есть, гражданин, вот именно в таком, в римском значении слова, да, или там в афинском значении слова, это женщина. Причем со всеми положенными цензами там, да. То есть, дети у нее, имущество у нее, все у нее. И в среднем образование выше, между прочим, у нее. И в итоге она занимается голосованием, а не кто-то другой. Она влияет на политическую линию в стране. А внизу этого графика будут страны скандинавского социализма. Страны наибольшего гендерного равенства. То есть, соответственно, гендерное равенство и феминизм возвращает мужчинам их деньги. А, соответственно, противоположная ситуация отбирает их у них, так сказать, радикально. Насчет того, что феминизм возвращает мужчинам деньги. Ну, во-первых, конечно, хочется вспомнить про строчку про экономическое насилие, которое там в урезанном виде, по-моему, до сих пор присутствует в законе о профилактике семейно-бытового насилия. Сказать, кто у нас занимается этим самым экономическим... Ну, ладно, не будем говорить насилием, управлением как бы, да. То есть, у кого вожжи в современной семье? Феминизм, по факту, постоянно требует денег. Гораздо больше денег и на крупном, на государственном уровне. Если деньги мужчинам и возвращаются вдруг чего-то, то это косвенным путем. Например, что действительно меньше образуется семей, потому что в здравом уме все меньше и меньше желающих связываться с феминистками. Даже в самом слабом проявлении феминизма здоровый человек просто не связывается с ними. Соответственно, если больше мужчин свободны, то они сами распоряжаются своими деньгами. То есть, это следствие того, что семьи не образуются, а не следствие того, что феминизм за равноправие. Мы уже знаем, неоднократно было сказано, и определенные авторитеты даже прямо в этом сознаются, что феминизм никогда не был за равенство и не является движением за равенство, и уж тем более не собирается никому возвращать деньги. Они собираются их выкачивать насосом через государственные системы принуждения. Вот так. Например, таким образом, как вот этот самый пресловутый закон. о профилактике семейно-бытового насилия. Это просто насос. И насос этот будет крутить государство, а кнопка будет в руках у женщины. Вот, собственно, ради чего все это делается. Матери не умирают в родах. В таких количествах, как раньше, дети с высокой долей вероятности доживают до взрослого возраста. Социум становится более разнообразным, потому что те люди, которые не имели шансов на выживание, то есть они были недостаточно здоровые, не так выглядели, были странными, и их решили не кормить, они выживают. Соответственно, нет необходимости в сверхвысокой рождаемости, характерной для аграрного общества. Смотрите, ссылка в описании. Есть довольно любопытный журнал. Его ведет Дама. Журнал в живом журнале имеется в виду. Редкие случаи человек, который действительно разбирается в цифрах, именно в социологии, в историческом разрезе, и публикует очень-очень любопытные статьи на уровне, в общем, наверное, превосходящем. Вот то, что сейчас Екатерина говорит. И там, в частности, недавно разбирались с темой про легенды, про там, ну, там, сказать, частично легенда, частично нет. Значит, исследование про, каков был реальный возраст вступления в брак в европейских сообществах, там, Европа и Россия, там есть различия. Недавно совсем была статья про разбор, так сказать, мифа про, там, массовую смертность матерей во время родов. Очень любопытно. Что-то было еще в таком духе. Ну, в общем, я оставляю ссылку на журнал, и вы просто пролистаете, посмотрите. Там не все посты посвящены этой теме, вот этой исторической социологии, но, исторической демографии, но там есть эти темы. В общем, коротко говоря, все выглядит не совсем так, как принято считать в шаблонах, которые звучат, в том числе, вот в этом видео. А каковы методы поддержки рождаемости в развитых социумах? Это поддержка матерей. Поскольку, еще раз скажу вам одну вещь, о которой никто не знает, кроме экспертов, детей рожают женщины, то при поддержке женщин вы получаете, скажем так, не то, чтобы большее количество детей, но вообще получаете детей. Терроризируя матерей, каким бы то ни было способами, пропагандой ли, запретом абортов ли, вы не получаете никакого демографического результата. Социальная поддержка, медицинская помощь, пособия и адекватные детские учреждения, вот это метод, который может побудить человека современного общества, у которого много выборов, посвятить себя еще и детрождению. А вот это, господа, проговорка, или, ну так сказать, не то, чтобы проговорка, человек прямым текстом говорит, это гораздо ближе к теме матриархата. Вот тут неявным образом Екатерина проговорилась и про матриаринейность, и про матриарлокальность. И эта фраза действительно говорит о том, что у нас царит настоящий матриархат. И, во-первых, не только у нас, а как она выразилась во всех развитых, в кавычках, обществах. Насколько они развиты, это вопрос, в общем, дискуссионный, смотря какой меркой мерить и с кем сравнивать. Но вот это вот, так сказать, байос, да, то есть ее собственная предвзятость здесь видна самым невооруженным глазом. То есть она, наверное, сказала это и даже не поняла, что она сейчас сказала, скорее всего. То есть для нее это настолько очевидно, что она не понимает, как может быть иначе. Тайну нам сообщает, значит, что оказывается дети рождаются у женщин. Я могу поделиться встречной тайной. Вот ни одна женщина еще, ну кроме одного случая, который как раз в Библии описан, не родила ребенка без участия мужчины. Но тут было сказано про все. Про то, что кто принимает решение, в каком количестве они принимаются, какие нужно, так сказать, куда нужно сахар подсовывать, кого нужно подслащивать, чтобы они, значит, больше этого делали. Естественно, не нужно быть там большим знатоком истории, чтобы понимать, что ну фигня это все, господа. Конечно же, стимулировать можно далеко не только женщин, далеко не только таким прямым образом. И в нормальном обществе, я бы сказал, в развитом по-настоящему обществе, ребенок родится не у женщины, а у пары. Настаиваю на этом. То, что вот в данном обществе ребенок родится у женщины, это как раз признак деградации общества. И, в общем, называть его развитым, ну, не знаю. В таких рассуждениях самое развитое общество, это общество, полностью состоящее из матерей-одиночек. Вот это такой предел развития. Понятно будет, что это общество будет очень больное. Хотя бы, например, по тому же самому уровню домашнего насилия. Буквально вчера эту тему раскрывал. Так что Екатерина Михайловна говорит о настоящей матеряхате сейчас здесь. У кого на самом деле рычаги управления им, ну, точнее, кому отдали эти рычаги. Естественно, они их не завоевали там и никак их не заслужили. Им просто их отдали в сольное управление. Примерно то же самое, что, не знаю, там, ребенка допустить до заведования кондитерским отделом. Вот примерно такая же история. То есть навредить себе он может многими-многими способами. И в том числе очень серьезно навредить. Вплоть до смертельных случаев. Уговорить его относиться к этому разумно и ответственно крайне сложно. Это нужен особенный ребенок, которых мало, естественно. И, по-моему, у этой односторонней стимуляции, которая до сих пор применяется, у нее есть свой предел. То есть это очень небольшой запас, который можно стимулировать. И этот предел, в общем-то, уже исчерпан. Да, всеми этими материнскими капиталами и так далее. Все это было краткосрочно. Все это было пфу. И никаких пиков серьезных на полуозрастной пирамиде в историческом разрезе это не даст. Тут, как в командном зачете, результат засчитывается по последнему пришедшему. Вот пока вы стимулируете тех, кто бежит впереди и в хороших кроссовках и без лишнего груза, ну, вы можете как угодно заставлять их бежать быстро. Это не даст вам никакого результата в смысле общества. Все равно результат будет засчитываться по тем, кто отстает и кто бежит в валенках. Поверх валенок кандалы, а за спиной еще рюкзак с кирпичами. Вот по ним будет засчитываться. И то, что это там виртуальная собирательная женщина заслужила свою цифру, это 1.7, про который позже будет сказано. Это, в общем, символично. Это и есть матриархальный потолок. И этот потолок, он, естественно, убывает. Что бы тут Екатерина ни говорила, как бы она там не увиливала, с компенсацией посредством завезенных мигрантов, все равно этот график ныряет вниз. Самый популярный религиозный ритуал – это посещение кладбища на Пасху, который есть ритуал языческий, не хочу никого обидеть, но он не то, чтобы прям очень сильно православный. Со всеми остальными цифрами у нас не так все радужно. Кому радужно, кому не радужно. При опросах около больше 80% наших сограждан идентифицируют себя как православные. Это некий способ сказать, что я русский. Я так себе это представляю как метод, способ идентификации. С точки зрения практической религиозности, тут, конечно, все иначе. Несколько странно слышать это от социолога. Во-первых, даже если обвинять людей в том, что на Пасху, на кладбище – это языческий ритуал, это все равно будет религиозный ритуал. Кто сказал, что язычество – не религия? Это никак не противоречит тезису про количество верующих. Во-вторых, это важнейший момент, и Екатерина сама про него проговорила, но, так сказать, решила не останавливаться. Да, слово «русский» в значительной степени находится под прессингом и под запретом в общее употребление в СМИ, в стране, которая называется Россия. И да, этот запрещенный термин находится способом выразить его какими-то альтернативными способами, как такие боковые всполохи прорыва. То есть крышка на котле прикручена, но где-то пар подсвистывает. В том числе этот пар подсвистывает в том, что, допустим, человек не может там или, в общем, по разным причинам не говорит, что он там «я русский», опасаясь за это ответной реакцией, естественно, он может сказать «я отношу себя к православным верующим», допустим. Это социологический феномен. Его бы надо было очень подробнее исследовать и подробнее здесь развернуть. И тогда не было бы таких проблем. Может быть, этим объясняется такая огромная разница между количеством тех, кто заявляет себя как православных, и тем, кто реально выполняет, скажем так, живет церковной жизнью. Это действительно две разных общности. Зачем их путать, непонятно. Тем более тут есть такое серьезное политическое давление, что вот да, тебе запрещают фактически называться твоей собственной национальностью. Так что о религии ничего не говорит. Средний гражданин Российской Федерации – это 40-летняя женщина. Как посчитала, по-моему, РБК, ее зовут Елена Смирнова. Это самая распространенная фамилия в России. Да, еще что можно сказать про Елену Смирнова? Она живет в городе. Это город с населением от 100 тысяч и выше. У нее 1,7 ребенка. Вот мы надеемся, что у Елены Смирновой все-таки целое число детей. Значит, у нее есть отечественный автомобиль. Она живет в квартире. Подозреваю, что эта Елена Смирнова теперь будет часто употребляться. Я постараюсь запомнить эту имя и фамилию и употреблять почаще. Это абстрактная Елена Смирнова, которая живет в городе от 100 тысяч. И у нее 1,7 ребенка, которых она заслуживала, да, этих 1,7 ребенка. И у нее отечественный автомобиль. Я бы так подумал, если эту тему немножко сузить, смотря на тех, кто, например, заседал на презентации в Госдуме, когда говорили про этот вот закон о семейно-бытовом насилии, где, собственно, сама Екатерина выступала. Я бы еще сузил. Мне показалось, что дама, которая присутствует там, в государственных органах, что в высших, что в средних, и тем более в низших, естественно, это зовут ее, скорее всего, Марья Ивановна. И она в прошлом учительница школы. А с большой вероятностью директор школы, между прочим. Вы не представляете себе, какое количество женщин попадают на выборы и избираются, будучи, то есть стартуя с позиции директора школы. Это действительно позиция власти. Кроме шуток. Это буквально так. Я так понимаю, это Елена Смирнова с 1,7 ребенка. Это должна быть еще и разведенная женщина. Не знаю уж там, у нее фингалы от мужа, или она ставит мужу фингалы. Видимо, это равновероятно, если верить статистике. Вероятно, она одна из тех, кто должна получать алименты, но не получает. Она ходит на выборы. Это важно. То есть она та самая, на кого ориентируется вся вот эта вот телевизионная интернет-пропаганда. То есть к кому она обращена. И коммерческая, и некоммерческая. Например, кому власти продают вот этот вот закон о правилактике семейно-бытового насилия. Они продают этот закон Елене Смирновой. Не ее бывшему супругу, если он у нее вообще был. Это вот это вот снижение потребления алкоголя. Это касается молодежных групп прежде всего, но не только их. Это касается населения в целом. Значит, все эти разговоры о великом русском пьянстве, они, в общем, отходят в область легенды. Предание у нас сейчас потребление спирта на душу населения ниже, чем в Германии и Франции. В это трудно поверить, но это статистика. Почему я говорю, что это такой прекрасный социологический индикатор? Потому что, конечно же, алкоголизм, потребление алкоголя связано со всеми видами социального неблагополучия. Это и убийство, это и домашнее насилие, это и ДТП, это и суициды. Все, что только бывает вообще плохого. В обществе так или иначе связано в значительной степени. Не всегда, не обязательно, но в значительном числе процентов связано с потреблением крепкого алкоголя. Мне понравилось, что потребление алкоголя было наконец-то публично из уст Екатерины Михайловны, связано с домашним насилием. Единственное, я думаю, что связь здесь не совсем та, про которую Екатерина Михайловна имеет в виду. Как многие психологи, и я в том числе в своей скромной презентации про феномен алкоголизации, смотрите ссылку в углу, у меня был такой ролик. Так, алкоголь тесно связан с чувством вины, и, собственно, это один из способов самоповреждения. То есть это тот самый, одно из следствий социального давления. Той самой Елены Смирновой на своего виртуального мужа, не знаю, как его зовут, Вася Пупкин, скажем так. И странным образом из этого следует, что, возможно, благодарность за то, что потребление алкоголя упало, тоже нужно отдать феминизму. Сейчас поясню. Если действительно верна теория, что алкоголь, именно потребление алкоголя провоцируется, ну, скажем так, средой, да, то есть психологической атмосферой, в том числе в семье, естественно, да. Ну, есть еще специальный бустинг такой, организованный государством, то есть происходит такая ускоренная алкоголизация с помощью той же там армии, допустим, да. То есть там люди окунаются в целый спектр, причем так намеренно окунаются, что даже они не планировали никогда делать, да, но вот их окунают в такой, в серьезную алкоголизацию, наркотизацию и прочее, в общем. Явления хуже тюремных некоторые. Тем не менее, такое вот, ну, распространенное во времени растянутое подвержение алкоголизации, оно достигается именно в семье. Из этого следует парадоксальный вывод. Чем меньше семей, тем меньше должно потребляться алкоголя. Соответственно, феминистки отпугивают мужчин от брака, мужчины в брак не вступают и в итоге потребляют меньше алкоголя. Я кроме шуток думаю, что это вполне вероятно объяснение, почему падает потребление алкоголя. То есть, в этом самом условном идеальном обществе Екатерины Михайловны, когда у нас все женщины, матери, одиночки, потреблять алкоголь там будут только их дети. Причем, вероятно, еще в подростковом возрасте. А в остальном обществе потребление алкоголя будет сильно-сильно снижено, если не вообще прекратится. И на это есть психологические причины, это можно объяснить. По поводу легенды, что там, смотрите, у нас теперь наконец-то вот мы пьем меньше, чем там в Европе. И, господа, эти данные были у Сергея Карамурзы, по-моему, еще в 90-е годы. Россия никогда не была на первом месте по потреблению алкоголя. Европейские страны далеко превышали и превышают потребление алкоголя на душу населения. Разница в том, какого качества алкоголь они потребляют, во-первых, то есть, какие критерии к алкоголю технически выставляются. И, во-вторых, насколько это обеспечено культурно, то есть, есть ли места, где люди могут спокойно сесть там, да, и там весело общаясь, отдохнуть. Или они вынуждены там стоять под гаражами, там, или у метро, там, озираясь там, в общем, то есть, все это вот, но на ногах, полугрязных каких-то стаканчиков или из баночек. То есть, вот, нету места, куда приткнуться, да, нет никакого общественного заведения, куда можно зайти и спокойно сесть, кроме очень дорогих мест. В этом разница с Европой, а вовсе не в количестве потребляемого алкоголя, и это данные не новые, про это много писано. При всем уважении к молодежи, завоевывайте ее симпатии, но помните, что из них немногие придут голосовать за вас. Никогда не недооценивайте власти силу 40-летних женщин и женщин старше. Они руководят своими семьями, и они определяют их, в том числе, и политическое поведение, или его отсутствие. В общем, в мужском движении, я думаю, никому не нужно объяснять, да, кто реально управляет, у кого реальные образы управления обществом в таком, в широком смысле, в grassroots смысле, да. Да, это 40-летний, то есть, женщина 40+, я думаю, что это, в общем-то, не тайна, я думаю, в мужском движении все это знают. И это очень серьезный факт, который нужно принимать в расчет во всех аспектах своей деятельности, и информационной, и в смысле собраний, и в смысле предложений того, что мы можем предложить или не предложить. Потому что, например, любое предложение, которое выйдет на голосование, оно будет подвергнуто, ну, скажем так, астрахизму со стороны вот этой самой, ну, одной из самых политически активных групп и самых многочисленных. И это группа, которая на короткой ноге с государством, с бумажками, это люди, которые умеют все это делать, умеют, знают, и у них большой опыт. Вы наверняка знаете, да, средний портрет, там, чиновника государственного. Если убрать эту верхушку, там, парламент, и же с ним, там, депутаты и прочее, то все остальные, там, по-моему, процентов на 70, что ли, состоят из женщин. И на всех руководящих позициях, я думаю, это как раз те самые женщины после 40. Не просто так существует термин Софья Власевна. Это вот такая Елена Смирнова советского разлива. Софья Власевна. Дело даже не в том, плохо это или хорошо, а просто это факт, данный в ощущениях. Его нужно принимать в расчет. Это не совсем так. Люди склонны и прошлое вспоминать своеобразным образом. Я не хочу сказать, что вы лично, так сказать, там, не помните, чего было, да, но есть масса грустных психологических экспериментов, в ходе которых видно, что люди, например, в качестве своих личных воспоминаний пересказывают сюжет фильмов, да. Наши воспоминания — это социальный конструкт. Есть такое дело. А цифры — это цифры. Да, для общества в целом воспоминания, социальные воспоминания — это социальный конструкт. И отсюда шутки про, там, страну с непредсказуемым прошлым и желание переписать постоянно, каждые, там, не знаю, 5-10 лет переписывать учебник истории. И легко заметить, кто занимается этим самым переписыванием истории в масштабах отдельной семьи. Опять же, после того, что Екатерина Михайловна уже сказала выше. В отдельной семье историю пишет та самая Елена Смирнова, у которой 1,7 ребенка. И она пишет историю обо всем. О своем, там, дедушке, о своем папе. И пересказывает эту историю своим детям. Что пагубно отражается, что на девочках, что на мальчиках. Ну, в общем, Елена Смирнова это сильно не заботит. Просто это к тому, что насколько важно то, что людям постоянно повторяется. Про них, про их прошлое. Это опять частично относится к теме эмоционального смога. И здесь же звучат нотки того, что называется parental alienation. То есть, отчуждение родителя. То есть, вот это вот, ну, скажем так, промывание мозгов на уровне отдельной семьи. Опять же, показанное, например, в фильме «Экипаж» советском. У нас в отсутствии здоровой партийной жизни политические функции выполняют НКО. То есть, их социальная работа является работой по влиянию на органы власти и по участию в тех решениях, которые там принимаются. Это лучшие люди России во многом. С ними можно и нужно вообще сотрудничать, иметь дело и участвовать в их деятельности. Наши с вами сограждане это понимают. Рост участия у нас очень хороший. Вот вам, так сказать, слив информации, почему роль НКО имеет такое большое значение. Во всех вопросах, но мы, конечно, в последнее время слово НКО слышим в основном в контексте каких-нибудь очередных там антимужских законов закручивания гаек. Это фактически вытесненная партийная деятельность, потому что, да, там, как выше было сказано, и у Константина Крылова про это очень много сказано. То есть, сделать реальную партийную организацию практически невозможно. Соответственно, вся эта политическая деятельность вытесняется в другие сферы. В том числе, например, в то, что мы делаем онлайн. Мы сейчас, я говорю, в собирательном значении, как люди, например, из мужского движения или из сочувствующих соседних областей. Почему так важно, что женщины объединяются в НКО, да, и эти НКО кем-то спонсируются? Это политическая деятельность. Они реально занимаются продвижением определенных идей, давлением там на органы власти, продвижением законов, как вы знаете, да. Так что это очень правильная подсказка от Екатерины Михайловны. Каждый раз, когда слышите слово НКО, слышать его нужно как партия. То есть, НКО заявил или представитель НКО такого-то заявил, говорит, партия такая-то заявила. И все будет сразу понятно, и все сразу встает на место. У нас есть такая, опять же, презираемая всеми форма, как обращение в органы власти. Письма, петиции, обращение через социальные сети. А потом, когда обсуждается какой-нибудь вопрос в Думе, там, опять же, я все о своем, законопрофилактике домашнего насилия, то там говорят, знаете, вот в наш профильный комитет поступило 400 писем от граждан в связи с этим законом. Из них 300. Против, а сто в поддержку. То есть те, например, организации и группы граждан, которые против чего-нибудь, они научились организовываться и писать письма. А это ровно те, так сказать, байты информации, которые система власти в состоянии воспринять. Она не читает нас с вами в социальных сетях, ну то есть читает, но толк никакого. А вот письма граждан, да, рассматриваются в соответствии с законом обращения граждан. Да, специальный отдел сидит, который этим занимается. Это они учитывают. И это, еще раз повторю, это та информация, которая потребляется властной машиной. С ней же тоже надо разговаривать через ее собственный интерфейс. Это, так сказать, нам к информации, всем, кто считает, что, например, какая-нибудь там петиция на Change.org на что-то влияет. Вот вам информация из-за кулис, как эта система работает. Поскольку это Софья Ласимна, она же Елена Смирнова, она же, вероятно, бывший директор школы, они не живут в онлайн. Им нужно присылать письма. Так что на будущее, если вдруг мы захотим какие-то делать кампании за что-то или против чего-то, надо подумать о том, чтобы общаться с властью именно письменно. Раз вот такая вот есть история, да, представляете, есть целые отделы, которые сидят и читают письма. И, естественно, угадайте, кто эти письма, скорее всего, пишет. Да, это не студенты мужского пола. Это тетеньки после 40, а даже, может быть, и после 60. И обращаются они к таким же примерно тетенькам. То есть они говорят на одном языке. Они, возможно, даже не поймут то, что я напишу, например. И нужно еще будет подумать, как это сформулировать, чтобы тетеньке плюс-минус 50 было понятно то, о чем я говорю. Нет отдела, который сидит и читает переписку там на Фейсбуке или там на ВКонтакте и так далее. Зато есть отдел, который читает письма. Информация к размышлению. Пишите письма. На этом у меня все. Пока. Удачи. Услышимся.